Казахстанцев просят соблюдать социальную дистанцию. В кафе гостей сажают на расстоянии друг от друга. В кинотеатрах рассадка в шахматном порядке. Ограничения действуют и в общественном транспорте. Вот только как они соблюдаются, наш корреспондент Анна Шолгина выясняла. 14 января вышло новое постановление главного санитарного врача города Нурсултана. Изменения, помимо прочего, коснулись также работы общественного транспорта. В частности, теперь автобусы уходят 6 дней в неделю. С понедельника по субботу, в воскресенье общественный транспорт не работает. Кроме того, главный санврач еще раз прописал, что необходимо обязательно носить маски. Все автобусы должны быть оборудованы санитайзерами и все три входные двери должны открываться. Мы на столичных остановках находимся. Сегодня с 7 часов утра, в самый час пик 8 часов. Остановки были буквально переполнены. Тоже касается и общественного транспорта. Как давно вы ждете автобуса? Да не знаю, уже минут 15. Минут 15? Постоянно так? Постоянно? Часто, да. А с целым остановка в автобусах? Ну, постоянно, да, переполнена. На 53-м я сейчас приехала, он вообще полный был, я еле вышла оттуда. Со слов жителей столицы, мы видим, что да, действительно, то, что на автобусах написано заполняемость 50%, но об этом и речи идти не может. Социальная дистанция – это последнее, что волнует пассажиров. Все куда-то спешат, всем куда-то нужно, поэтому автобусы буквально забиваются битком. В частности, я хочу отметить, что полными проходят автобусы 12-й, 46-й, 53-й маршруты. Все в таком же режиме. Забитый автобус, интервала нет. Ну, чистота нет, не скажу. Наоборот, как бы холодно в автобусах, учитывая, что здесь столица, условий нет. Очень плохо ходят. Ну, бывает, конечно, 5 минут уже, вот прям доедут. Но в основном очень плохо и забитый интервал ужасный. Напоминаю, что город Нур-Султан до сих пор находится в красной зоне. За минувшие сутки плюс 211 инфицированных было зафиксировано в столице. Анна Шелгина, Хабар, 24.